Максим приоткрыл люк, высунулся и опасливо поглядел в небо. Небо здесь было низкое и какое-то твердое, без этой легкомысленной прозрачности, намекающей на бездонность космоса и множественность обитаемых миров. Настоящая библейская твердь, гладкая и непроницаемая. Твердь эта, несомненно, опиралась на могучие плечи местного атланта и равномерно фосфорицировала. Максим поискал в зените дыру, пробитую кораблем, но дыры там не было. Там расплывались только две большие черные кляксы, словно капли туши в воде. Максим распахнул люк настиж и соскочил в высокую сухую траву. Воздух был горячий и густой. Пахло пылью, старым железом, раздавленной зеленью, жизнью. Смертью тоже пахло, давней и непонятной. Трава была по пояс. Неподалеку темнели заросли кустарника, торчали кое-как унылые кривоватые деревья. Было почти светло, как в яркую лунную ночь на земле. Но не было лунных теней и не было лунной туманной глубизны. Все было серое, пыльное, плоское. Корабль стоял на дне огромной котловины с пологими склонами. Местность вокруг заметно поднималась к размытому неясному горизонту. И это было странно, потому что где-то рядом текла река, большая и спокойная. Текла на запад, вверх по склону котловины. Максим обошел корабль, ведя ладонью по холодному, чуть влажному его боку. Он обнаружил следы ударов там, где и ожидал. Глубокая неприятная вмятина под индикаторным кольцом. Это когда корабль внезапно подбросила и завалила на бок, так что киберпилот обиделся, и Максиму пришлось спешно перехватить управление. Из-за зубрина возле правого зрачка. Это 10 секунд спустя, когда корабль положила на нос, и он окривел. Максим снова посмотрел в зенит. Черные кляксы были теперь еле видны. Метеоритная атака в стратосфере, вероятность 0,00. Но ведь всякое возможное событие когда-нибудь доосуществляется. Максим просунулся в кабину, переключил управление на авторемонт, задействовал экспресс-лабораторию и направился к реке. Приключения, конечно, но все равно рутина. Скука. У нас в ГСП даже приключения рутинные. Метеорит.